Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами читаем книгу Тавита, точнее, ее заканчиваем читать, потому что сегодня 14 глава. И это эпилог. Подводятся итоги, говорится о дальнейшей судьбе главных героев Тавита и Тавию, их детей. Ну, давайте читать и давать комментарии. Я кончил Тавит словословие. Про какое там словословие говорится, в 13 главе Тавит произносит песню или молитву, псалом. И вот здесь окончание. И второй стих нас переносит уже в конец жизни Тави... Тавита, прошу прощения. Он был 88 лет, когда потерял зрение, и через 8 лет прозрел. Если в первых главах рассказывается про вот эту слепоту, то кажется, что очень быстро. На самом деле, подчеркивается здесь, подчеркивается, что это большой срок. Восемь лет он был слепым, и понятно, что эти восемь лет — это восемь лет скорбей и страданий. Вот. И творил милостынь, и продолжал быть благоговейным перед Господом Богом и прославлять его. В этой книге достаточно много говорится о милостыне, и говорится, и дается наставление. И здесь показывается, что милостыня, которую совершал Тавид, дала свой результат. Ну и как бы человек, который читает эту книгу, он как бы делает такой вот... Ага, если Тавиту милостыня принесла результат, принесла благословение, принесла награду, то я тоже буду это делать, имея такую же веру. И Господь и меня благословит. Наконец он очень состарился и призвал сына свою и шесть сыновей его, и сказал ему, «Сын, возьми сыновей твоих, ибо я состарился, и уже на исходе жизни моей». Ну, он получил исцеление, получается, в 96 лет. Ну, понятно, что уже даже сейчас этот возраст является очень даже такой большой, а тогда, в те времена, это был, конечно, очень-очень пожилой человек. Вот. Но, несмотря на то, что он там... Это 96 лет после этих событий. Тавит прожил еще несколько лет, или несколько десятков лет. И благословение, которое Бог обещает в Ветхом Завете, как долгоденствие, вот здесь на Тавите и открывается. Значит, и он собирает своих детей. Это тоже образ, который используется в Священном Писании, когда описывается человек, который прожил богочестивую жизнь. Он в окружении своих детей и своих внуков, иногда даже правнуков. И вот он дает им последние наставления. Почему? Потому что он спокойно дал эти наставления, закрыл глаза и умер. Ну, и вот это тоже знак Божьей милости. «Сын мой, возьми сновидых, ибо я состарился, и уже на исходе жизни моей. Отправься в Мидию, сын мой, ибо я уверен, что Невия будет разорена, как говорил пророк Иона. А в Мидии будет спокойно до времени. Братья наши, находящие в Отечественной земле, будут рассеянны. По сей доброй земле Иерусалим будет пустыней. Док Божий в нем будет сожжен, и до времени останется пуст. Ну, давайте здесь разбираться. Невия – это столица Ассирии. Ассирия была таким государством, которое нападало на всех соседей. Из-за этого ее все соседи не любили. Более того, внутри этого государства был очень жесткий гнет. Очень жесткий гнет к покоренным народам. И которые тоже ненавидели Невию. В общем, в конце концов, это закончилось тем, что вавилонский царь напал на Невию и ее полностью уничтожил. Тавид говорит Тавии, после смерти Тавида, отправится в Мидию. Мидия – это современный Иран. Она потом входила и в Вавилонскую державу, и входила в Персидскую державу, входила в державу Александра Македонского. Ну, если так локализовать, это западная часть Ирана. Ему советую туда отправиться и там жить, потому что там будет спокойно во время этих завоеваний. Здесь, что интересно, как говорил пророк Иона. Иона действительно проповедовал Неневии, но он проповедовал о том, что неневитяне должны покаяться, иначе Бог уничтожит Неневию. Покаяние неневитин было. Об этом говорит книга пророка Иона. Но затем неневитяне и все ассирийцы вернулись к тому, с чего они начинали, вот к этой жестокости. И поэтому Бог их наказал. Конечно, вот это место с пророком Ионой, вот здесь, оно такое достаточно сложное, потому что Иона, ведь он не проповедовал, что Неневия будет обязательно разрушена. Обязательно разрушена Неневия, об этом говорил пророк Наум. И поэтому экзегеты считают, что, возможно, здесь просто было написано когда-то в первоначальном тексте, как говорил пророк. И точка поставлена. И кто-то из переписчиков писал имя Иона. Потому что Иона действительно проповедовал на Неневии. Но об этом мы не можем только гадать, потому что у нас нет таких точных рукописей. Дальше говорится о Отеческой земле, то есть об Иудее. Братья будут рассеяны, Иерусалим будет пустыней, и храм будет сожжен, дом Божий будет сожжен. Это действительно так и произошло в 586 году. Царь Науходоносор захватил Иерусалим, его разрушил. Евреев депортировал в Вавилонию, где они прожили до 539 года, пока царь Кир не захватил Вавилон. Ну, вот здесь предсказывается. То есть мы можем предположить, что исторически вот это событие происходит еще до разрушения Неневии, которое было в конце 7 века. «Но опять Бог помилует их, возвратит их в землю и возникнут дом Божий, не такой, как прежде, доколе не исполняются времена века. И после того возвратятся из плена и построят Иерусалим великолепно, и дом Божий восстановлен будет в нем во все роды века, здание величественное, как говорили о нем пророки». Значит, вот что здесь интересно. Значит, евреи возвращаются, строят Иерусалим, строят храм. Это здание величественное, и о нем говорили пророки. Какие пророки? Ну, прежде всего, пророк Езекииль. Он пророчествовал о восстановлении Иерусалима и храма. И, значит, здесь хотя и говорится о роде века, но мы понимаем, что Иерусалим будет разрушен, и храм тоже будет разрушен, и храм сейчас не восстановлен. Но что важно, вот в то время, когда стоял храм, на землю пришел Мессия, и он основал лучший храм. Этот храм – дом Божий, эта церковь. И все народы обратятся и будут истинно благореть перед Господом Богом и испровернуть идолов своих. То есть не вот Иерусалимский храм будет тем местом, где будут люди поклоняться Богу, а церковь. И все народы будут благословлять Господа, и его народ будет прославлять Бога, и Господь вознесет народ свой. И все истинно и праведно любящие Господа Бога будут радоваться, оказывать милост братьям нашим. Иногда говорят, что вот, ну ведь Израиль-то не обратился к Богу, но давайте посмотрим, кто были первые апостолы, кто были первые ученики, первые христиане. Это как раз были иудеи. Вот в Священном Писании Ветхого Завета описывается следующая ситуация неоднократно. Вот есть весь Израиль, а внутри этого Израиля есть те люди, которые благоговеют перед Богом, которые истинно верующие в Бога. Вот эта часть, малая часть Израиля называется остатком в Библии. И вот это вот самый лучший Израиль. И вот когда мы говорим о том, что, а кто обратился ко Христу, вот обратился вот этот остаток. Не весь Израиль, да, не весь Израиль, но обратился остаток. Самые лучшие. Они стали верующими. Итак, сын мой, выйди из Невии, ибо непременно исполнится то, что говорил пророк Иона. Город будет разрушен. Ты же соблюдай закон и повеление, и будь любомилостив и справедлив, чтобы хорошо было тебе. Ну, закон в данном случае, закон Моисеев. Повеление, вот эта фраза там, заповеди, повеление, закон и повеление, это просто подчеркивается, что входит в закон. Закон входит в заповеди, то есть повеление. Хотя некоторые экзегеты пытаются там объяснить, что значит слово закон, что значит слово повеление. Значит, закон это, ну так, иногда так объясняют, что вот есть предписывающие заповеди и запрещающие заповеди. Вот, и здесь такое разделение есть. Ну, скорее всего, это просто усиление. Похорони меня, приличная мать твоя, со мной, и потом не оставайтесь, не яви, сын мой. Смотри, что сделал Аман с Хеохиахаром, который воспитывал. Так он из света привел его в тьму, и как воздано ему. И Ахеохар спасен, а тот, получил, достойно возмездие сошел во тьму. В общем, что это за история? Эта история рассказывается не в Библии, а в восточной литературе. Вот этот Ахеохар, он взял на воспитание то ли племянника, то ли вообще какого-то мальчика. И его воспитывал, заботился о нем. Он вырос. Ахеохар занимал достаточно высокое положение при дворе. И начал плести интриги, чтобы погубить своего воспитателя. Но кончилось это тем, что проведено было следствие, и Ахеохар был оправдан, а его воспитанник был казнен, сошел во тьму. Монасий отворил милостыню, спасен от смертной сети, которую оставили ему. Аман же пал в сеть от смертной тени, Аман же впал в сеть и погиб. Итак, дети, знаете, что делает милостыне и как спасать справедливость? Ну, вот здесь снова обращение к милостыне, о чем неоднократно говорится. Когда это сказал, он душе его, оставил его на ложе. Было ему 158 лет, и сын с честью похоронил его. Ну, здесь награда от Господа 158 лет жизни. Когда умирала Анна, Анна это мать Тави и жена Тавита. Он похоронил ее с отцом своим. После того, таит женой и детьми своими, отправился в Экбатаны к Рагуилу к честью своему. Ну, можно обратиться к предыдущим главам, вспомнить, какие приключения были в Экбатанах. И достиг честной старости, и похоронил приличной тестью и тещу свою, и получил наследство имени их Тавита отца своего. Значит, почему он получает наследство от Рагуила и Эдны? Это так звали жену Рагуила. У Рагуила только одна дочь. У него нет сыновей. И закон говорит следующее. В такой ситуации наследство передается дочери, но этим наследством имеет право распоряжаться муж. Ну, то есть, вот здесь говорится об этом наследстве. И умер 127 лет в Экбатанах Медийских. Но прежде же умер, он слышал о погиблении Невии, которую пленил Навуходоносор и Осуир, и возрадовался предсмертью о Неневии. Значит, вот здесь, если не ошибка, то небольшая неточность. Значит, Неневию захватил не Навуходоносор, не тот царь, который потом захватил Иерусалим и захватывал несколько раз. Это сделал отец Навуходоносора. И вот здесь, ну, скорее всего, просто сказано о том, что Навуходоносор, неизвестно, был ли он при этом захвате, сложно сказать. И, значит, Навуходоносор просто более известный, чем его отец. Вот это имя Осуир, это не имя кого-то. Это название страны Осирия. То есть Навуходоносор Осуир, это как бы Навуходоносор Осирийский. Вот, можно так сказать. Тавия тоже был награжден от Господа большой жизнью. То есть 120 лет, 127 лет, это много. Это много, действительно много для людей Ветхого Завета. Хорошо. Давайте мы закончим читать книгу Тавита. Такая книга приключенческая. Рассказывает о многих таких перипетиях, которые произошли с Тавитом и с Тавией. И в этой книге рассказывается о том, что Бог посылает своих ангелов для помощи нам. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Игорьевич Тобыкин. Мы были с вами на библейском портале Экзегет. До встречи. Продолжение следует...